Добрый день, мои дорогие подписчики! Добрый день, мальчики и девочки! Добрый день, все, кто случайно зашел на мой канал! Я рада всех-всех вас приветствовать на своем канале, где я худею сама с помощью интервального голодания и кето-диеты. Мои дорогие, сегодня бы я хотела всех моих дорогих подписчиков поблагодарить за то, что зашли, за то, что подписали, за то, что сразу активно стали участвовать на моем канале, задавать вопросы, писать свои какие-то истории жизненные по поводу сброса веса ненавистного, лишнего нашего. Мне это очень приятно! Я хочу сказать всем вам большое спасибо, что вы со мной, что вы на моем канале, что вы задаете вопросы, пишите комментарии. Спасибо вам всем огромное! Спасибо! Я смотрю, у меня и на кулинарном канале появляются новички, и вот на основном канале просто очень неприятно. Я решила сегодня записать видео, чтобы сказать вам большое всем спасибо! Мои дорогие, на кулинарном канале я хочу еще раз это заострить внимание, потому что очень многое зашло новичков, которые спрашивают там, где-то у вас есть рецепт с какими-то печенюшками, с какими-то крекетами. Дело в том, что я свой канал кулинарный открыла в 2017 году. Ну, потом как-то было мне что-то недоконало, там буквально у меня было 10 видео записано, и я как бы забросила. И там, конечно, есть рецепты, которые никакого отношения к кетопитанию не имеют. И я вот хотела просто заострить всем внимание, которые будут заходить и натыкаться, естественно, на те видео, которые никакого отношения к кетопитанию не имеют. Мои дорогие, во всех видео, где указано кето, допустим, ужин или кето-рыб, или кето-салат, слово кето, где присутствует, да, это кето-рецепт. Те 10 видео, которые у меня были до того, они там имеют какое-то название, но отношения к кетопитанию, конечно, не имеют. Но все равно, мои дорогие, если кому-то непонятно, лучше, мои дорогие, спросите, чтобы не ошибиться. Потому что вот у меня Леночка, она, видимо, пришла у меня с одноклассников, у меня в одноклассниках еще группа. И она вот удивилась, что там за рецепт такой интересный, разве нам можно при кето? Поэтому, мои хорошие, если вы видите какое-то сомнение. Хотя, говорю, там видео штук 10 всего, по-моему, 10. Я уже думала, может, их удалить совсем, чтобы они как бы не смущали никого. Ну, в общем, напишите свое мнение, чтобы как-то ориентироваться людям. Я буду очень рада, если мои кето-рецепты будут вам каким-то ориентиром. Я не хочу, чтобы мой канал, вот где мои кето-рецепты, прям какой-то кулинарный был. Я уже вам об этом говорила, что я буду сидеть там, строгать, варить. У нас много кулинарных каналов. Я хочу показать блюда, которые я готовлю при кето, чтобы давать вам ориентир. А уж процесс как делать. Все мы режем по-разному и строгаем по-разному. Сама суть, сама суть, я выкладываю вам в само видео-рецепт и, конечно, те продукты, которые используют то или иное кето-блюдо. Понятно, да, мои хорошие? Итак, если у кого-то есть сомнения по каким-то моим видео начальным, лучше спросить. Я отвечу всегда и всем. Я отвечаю и в видео, и под видео, и на том канале, и на основном своем канале. Поэтому это то, что касается моего кулинарного каната. Я буду очень рада, если мои рецепты будут для вас каким-то хорошим ориентиром. Если вы что-то, как говорится, заплутаете или решите, что очень сложно. Мне всегда удивляет, когда говорят, что кето-диета однообразная. Мне всегда это удивляет. Вы знаете, какая-то вкусная кето-диета. Готовить, фантазию включаете. Я уверена, у нас сейчас-то все открытое пространство. Зашел любой рецепт и все прочесть можно. Это раньше мы, помните, в моего возраста друг у друга переписывали в записную книжку все рецепты. Это же целое было дело. Хороший рецепт где-то там что-то. А сейчас все можно найти и прочитать. Поэтому я считаю, что сейчас при таких условиях, что можно везде все прочесть, готовить, можно очень много интересных блюд. Поэтому я уверена, что кето-диета очень вкусная, сытная, полезная, правильная. Только надо ручки и готовить. А фантазию иногда само как-то включается. Думаешь, а вот это можно что-то поэкспериментировать. Мы же знаем, что нам можно, что нельзя. Поэтому и держим по этому ориентир. Поэтому, мои дорогие, я буду очень рада, если мои кето-рецепты на моем кулинарном канале принесут вам пользу. Конечно, я буду очень рада, что это как-то упростит ваш путь к похудению. Тем более, я говорю, не надо, не заморачивайтесь ни на какие меню, не думайте. И все будет хорошо. У меня много подписчиков, особенно новеньких, не могут понять, как вообще считать. Вот одна мне девушка написала, она говорит, у меня вышло по кето-калькулятору 1200 калорий. Так я на 1200 калорий при любой диете похудею. Ну, дай бог, конечно, но только соблюдать КБЖУ-то все равно надо. 1200 – это не говорит, что есть, что попало. Это все равно нужно соблюдать и белки, и жиры, и углеводы. И если на 1200 наесть одни углеводы, я не думаю, что вы похудеете. Поэтому многие не поняли. Они считают, увидят свой КБЖУ, вот, допустим, 1200 калорий на день. Вы, пожалуйста, мои хорошие, смотрите, сколько из них белков, сколько жиров. Ну, углеводов практически всех 20, особенно на начальном этапе. Обязательно это надо соблюдать. Обязательно, чтобы белки, жиры, углеводы, все было так, как положено. Мы все разные. Многие девчонки путаются у меня, спрашивают, а сколько это в граммах? А сколько я должна съесть белков? А сколько жиров? У нас КБЖУ-то у всех девчонки разные. У всех разные. У кого-то столько, у столько. Поэтому, как можно сказать, что ты вот столько, ты вот столько. Вот калькулятор, который я вам скидывала. Если нужно, мои дорогие новички, кому это нужно? Калькулятор, кетокалорий, калькулятор. Пожалуйста, пишите. Я еще раз продублирую. И, пожалуйста, заходите, считайте свой дневной калораж. Сколько белков, жиров и углеводов нужно именно вам. Пишите, не стесняйтесь. Еще раз продублирую этот кетокалькулятор. Там все очень доступно. Отвечайте на вопросы. И вам, пожалуйста, ответ. Скопель, чего именно вы должны скушать за день. Мне очень приятно. Я получила очень много сообщений от девчонок, которые сидят на кетодиете. У меня есть две девочки, которые уже пришли к своей цели. И теперь они просто закрепляют свой результат. У меня будет отдельное видео, где я буду вам рассказывать именно тем. Я сейчас подготовлю это видео, как закрепить, как удержать вес, которого мы достигли. На эту тему у меня будет отдельное видео. Оно, наверное, будет большое. Я читаю очень много материалов, потому что это впереди меня тоже ждет, надеюсь. Ну, хотя мне худеть и худеть еще, но тем не менее, я же знаю, что потом надо дойти до цели, а потом удержать ее. Хотя я не раз говорила, что где-то и интервальный будет мой образ жизни. Но в жизни всякое бывает. И нужно вес будет удерживать на том уровне, который мы достигаем. Потому что мы столько трудов применяем, чтобы дойти до своего веса. И потом будет очень обидно, если мы там это все, как говорится, испортим чем-то. Поэтому у меня будет отдельное видео, где я буду рассказывать вам, мои дорогие, как удержать свой вес, когда мы дойдем до своей цели. Пока у меня, говорю, еще худеть и худеть. Не забываем, что воскресенье у меня отчетный день. И я буду опять отчитываться перед вами за свой вес. Хочу сказать всем моим дорогим. Верочка, моя дорогая, с внуком Лукашечка, спасибо. Вы всегда очень пишите хорошие, добрые комментарии. Мне это очень приятно. Моя дорогая Юля, солнышко мое. Я надеюсь, что мы с вами найдем правильный путь. Не обязательно это будет кето-питание. Возможно, палео. Я безумно влюблена в этот режим питания. Я уже не раз говорила, что палео и кето, они очень схожи. Я просто изначально рассказывала, что я переходила на палео, но вернулась к кето, так как посчитала, что мне более жесткая нужна диета, где по минимуму углеводов. Там побольше фруктов на палео. Поэтому я посчитала, что все-таки мне надо более такую строгую диету. Ну, а палео, я считаю, тоже очень хорошее и полезное, и правильное питание. Поэтому, моя дорогая Юлечка, я надеюсь, что мы с вами выберем правильный путь, и все у нас будет хорошо. Дорогие мои девчонки, Оля, Наташа, Света, Светочка всегда в Кулинарном канале, там ищет какие-то мои. Вот, вы знаете, нельзя делать много дел сразу. Иногда задел, то муку забыла указать, то протворок сказала, сметана. Поэтому, Света, ну, спасибо, что вы замечаете, потому что все правильно. Следующий товарищ, как говорится, посмотрит и заблудится. Так, в чем проблема? Сметана со сметаной. Что за блюдо? Поэтому, молодцы, девчонки, что видите, замечаете. Ну, вы, мои дорогие все старожилы, все любимые, родные. Пишите очень много добрых слов, и, конечно, мне за вам. Ну, очень-очень приятно, и читать ваши комментарии. Я уже смотрю, я как будто всех вас знаю, вы все уже мои родные. Уже смотрю и там думаю. Вот, Валюша у меня что-то давно не появляется, моя дорогая, на канале. Но сейчас такие, как я, бабушки, кто-то в школу провожает, наверное. Валюше, по-моему, первоклассники есть заняты. И такой осенний период. Идут заготовочки, наверное, у всех осенние. Ну, в общем, я разболталась. И так, мои хорошие, всем новичкам, всем дорогим моим гостям Канады, спасибо, что заходите, спасибо, что подписались. Будем худеть, стройнить, идти к своей цели. Обязательно все вместе, и все у нас получится. Не забываем, каждое воскресенье у меня отчетный день. Повесусь своим параметрам. Поэтому воскресенье я вас жду на своем канале. Ну, а кулинарный канал я не забываю. Практически каждый день я выкладываю свои кето-рецепты. Смотрите, пишите комментарии. Пишите свои кето-рецепты. Это будет очень интересно и полезно, думаю, многим. И так, мои хорошие, кому понравилось мое видео, ставим лайк. Ну, а кому не понравилось, ставим дизлайк. Но я все равно всех-всех жду на своем канале. Приходите. Не забудьте подписаться, кто не подписан. Не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока, мои дорогие.